В нас существует огромное количество желаний. Есть желания, которые невозможно исправить, для того, чтобы они работали сами по себе на отдачу. Они могут работать только не одним прямым образом, а альтернативно. Ну, допустим, тот же осел. Скушать ты его не можешь, это не чистое животное. Привезти его на жертвоприношение в храм ты не можешь. А каким образом он может участвовать во всех... В общей системе исправления. Да, в общей системе исправления тем, что вот он делает свое дело. И так все в природе. То есть ты ничего не можешь уничтожать. Ты должен просто правильно использовать все, что перед тобой. Но в принципе, ведь это говорится о наших внутренних желаниях. Это то, что я в себе должен всегда санализировать, расставить, сортировать, распределить и исправлять постепенно, постепенно, чтобы каждое мое желание, оно каким-то образом было направлено на отдачу. Вот это то, что вы сейчас сказали. Это взгляд через Коина происходит? Да. То есть взгляд через Коина на осла, грубо говоря... Только, Олег, в самой верхней точке своего состояния я могу это сделать. То есть промывка идет через Коина все время. И он через него, если человек смотрит... Коин – это точка соприкосновения с Творцом. То есть что человек, по идее, это, конечно, может, неправильно я говорю, что человек должен? Человек должен найти в себе Коина. Да. И через него смотреть на мир. Да. И все. Да. Больше вообще ничего. А больше ничего. И тогда он будет правильно анализировать все, что есть перед ним. Тогда вопрос еще один. Мы говорили об этом, но в этой передаче хотелось бы застричь. Что такое взгляд через Коина на мир? Через свойства отдачи я смотрю на мир, я вижу, что в таком случае все находятся более-менее в исправленном состоянии. Только я не исправлен. Да. И тогда я себя постоянно подтягиваю до такого состояния, когда я четко вижу, как я должен влиять на мир, чтобы прийти к полному правильному взаимодействию со всем человечеством. Продолжение следует...